Итак, всем привет! Начинаю новый влог и давно я ничего не снимала, закончились все праздники, закончились все выходные и началась вот опять эта обычная жизнь, которая состоит из работы, которая отнимает очень много энергии и сил. Потом садик, Костя и домашние дела, уборка, готовка и так далее. И как-то вот в такие дни, в обычные будние дни, время летит вообще очень быстро, незаметно и особо снимать нечего. Вот, но я решила все-таки сегодня, хотя я очень устала на работе, решила взять камеру в руки, собраться и немножко поснимать для вас обычный будничный влог. Итак, у нас сегодня среда, 10 января и у нас на улице очень похолодало, последние, вот это вот последние три дня вообще очень холодно, даже температура опускалась до минус 11, поэтому вот я так тепло одета и на работе прохладно, как-то вот, да, но зато солнечно, зато солнце светит и я даже не знаю, что лучше, мороз и солнце или дождь и вот эта пасмурная погода, но зато теплее на улице. Если честно, мне даже, наверное, мороз и солнце больше нравится, настроение какое-то все-таки, когда вот светло, когда солнышко есть, человек очень зависит вот от солнца. Итак, о чем я хотела сегодня поговорить? Немножко к вашим комментариям вернусь и немножко поотвечаю на них. Также под последним видео у меня, и уже не в первый раз я это замечаю. Одна подписчица или не подписчица, не знаю, но в комментариях уже несколько раз она мне писала, чтобы я показывала тему парфюма и косметики и макияжа. Раньше я это делала часто, теперь забросила это дело, чтобы я показывала, чем пользуюсь и как бы свое мнение говорила. Я чуть попозже в этом видео покажу и расскажу, почему я перестала снимать это, и покажу, чем я на данный момент пользуюсь, чем я довольна, что я пробую, чем я недовольна. Расскажу, в общем, в чем причина. Всем привет! Мы на канале Москва и Мурлик, и у меня сегодня орешковые носочки. Спасибо. Орехи, да, все, зафиксировали твои орехи. Это твои любимые носочки? Да. Да. Что говорить? Ну, что? Кактус. 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 Выключите. Мама. 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 Костя. Мяу. Костя. Вот такой классный кактус у Кости есть. Кактус. Он еще танцует, поет песни и повторяет, да? Повернусь. Что-то он у тебя заедает. Прежде чем я начну рассказывать про косметику, я хотела рассказать кое-что, что меня сегодня просто ужаснуло на работе. Есть такая фигня, которая называется Оцемпик. Это медикамент, который получают диабетики. Говорят, что очень хороший медикамент, дорогостоящий. И вот раньше не было проблем с поставкой этого медикамента. Но в какой-то прекрасный момент, это, наверное, почти год назад уже началось, может, чуть поменьше, чем год, месяцев 8 назад, начались сложности. На черном рынке этот медикамент используют для того, чтобы похудеть. Вот. Поэтому проблемы начались с поставками, перебой с поставками. В интернете перепродают этот медикамент как-то, не знаю уж как, перепродают для тех, кто хочет похудеть. В общем, обкалывают, я так понимаю, обкалывают этим медикаментом то место, где вы хотите похудеть. И это делается несколько раз, и, в общем, жир уходит. Так называемая фет-век-шприцы. Вот. Я добровольно бы никогда в жизни такое не сделала, потому что, ну, это убийство своего организма и своего здоровья. Лучше уж ходить толстенькой, чем к таким методам прибегать. Вот. Но люди, видимо, пользуются спросом, поэтому до сих пор люди, которые болеют диабетом, которым действительно нужно по состоянию здоровья этот медикамент, они его не получают из-за того, что он где-то там на черном рынке продается для людей, которые хотят похудеть. В общем, я работаю в аптеке, которая находится в так называемом Эрдстэхаус. В общем, у нас много врачей с нами, над нами работают. И я сегодня ужаснулась, потому что просто одна врач пришла и в открытую заказывала для себя вот этот препарат. Расспрашивала, какие дозировки мы можем получить. И, в общем, к ее счастью и к моему удивлению, действительно что-то было доступно. И для нее заказали сегодня очень много, вот большую такую партию этого препарата. И это она делала, не афишировала она это, чтобы похудеть. Но так было всем понятно, короче, нам, что те дозировки и те количество, которые она заказала, это явно пойдет на то, чтобы похудеть. Ну и не факт, конечно, что эта врач заказывала этот препарат для себя. Возможно, она его также перепродает на черный рынок. Ну, в общем, бизнес. Повергло меня это немножко в шок. Вот, хотела этим поделиться, с вами немножко рассказать. Ну и теперь про косметику. Почему я не снимаю больше таких видео, и его снимаю очень редко. Сейчас вам покажу, чем я пользуюсь. Вот, я прям не прибирала все как есть. Вот оно в этом маленьком уголочке у меня стоит. Ну, во-первых, я не снимаю про косметиковые духи ничего, потому что как-то, ну и не знаю, не вижу в этом смысла, потому что я пользуюсь уже на протяжении последних, наверное, трех лет одним и тем же. И вот, поэтому как-то нового я ничего не пробую, и особо рассказывать-то и нечего. Давайте начнем с духов, потому что это самая простая легкая тема у меня. Остановилась я на своих духах Шанель, сколько не пробовала, ничего мне не нравится, лучше, чем они, ничего не могу найти. Ну вот, не знаю, не знаю я. Вроде что-то иногда нахожу, нравится, но потом всегда я возвращаюсь назад вот к этим духам. Вот огромная банка, здесь у нас 150 миллилитров. Это мы покупали, когда возвращались с Мальдив, и я себе купила, это мне на года полтора, может, больше даже хватит. Вот такую вот огромную бутыль. Такая дорожная версия, сумочная версия для сумочки. Шанель тоже самое, только в другом флаконе. Также я, когда мы возвращались с Мальдив, в Дьюти Фри, купила не только вот эти большие Шанель, купила еще вот этот вот Нина Ричи, яблочко вот это. Но они неплохие, немножко такие цветочно-сладенькие. Я даже не знаю, как описать этот аромат. Если Шанель свежие, то эти больше такие какие-то пудровые, что ли, пудра у вас. Пудра, пудра, цветы и сладость какая-то миндальная, немножко я чувствую. Вот, ну, такие на каждый день пойдет. Что еще, чем пользуюсь? Вот это вот Лореаль у меня уже очень-очень долго. Экспресс шпюлинг, вот этот экспресс шпрыкур. Когда волосы плохо расчесываются, приятно пахнет, остается этот запах долго на волосах и действительно помогает прочесать волосы быстрее, лучше. Вот, также вот это вот масло, просто офигенное. Тоже уже не знаю, какая баночка. Вот этими двумя вещами я очень охотно и часто пользуюсь. Что еще? Вот такой вот очень классный. Капельки последние тоже у меня уже остались. От SkinCuticals Retexturing Activator. Очень после него становится гладкая кожа, прыщики уходят. Если вот, он очень классно корригирует кожу от морщинок. И прям вот вечером я его наношу, утром я уже чувствую, что я им пользовалась. Классная штука, но не дешевая. Сшибаюсь, то ли 80, то ли 100 евро стоит вот эта вот баночка, этот флакончик. У меня вот это вот сером заканчивается, сывороточка эта. Я купила что-то похожее, вот такой вот от фирмы Nareva. Альфа Цит, только не такой дорогой. Вчера буквально первый раз им пользовалась. Еще пока ничего не поняла, сказать ничего не могу. Ну, вроде неплохо. Здесь кислоты фруктовые. Заканчивается у меня крем вокруг глаз. Такой вот корейский. Довольна я им. Он очень недорого стоил. С муцином улитки. В общем, с улиточной слизью. Довольна я им. Хорошая штука была, но сейчас тяжело заказывать скорее средства. Так, что еще тут у меня? На данный момент я тоже часто пользуюсь. Вот цирин. Крем с гиалуроновой кислотой для дня и для ночи. Это был подарок у нас на работе. Я попробовала. Вроде неплохой. Хотя вот этот ночной крем, он мне немножко тяжеловат. Но ночью вроде как крем должен питать кожу. Вроде это нормально. Но вот не знаю. Дневным пользуюсь охотнее, чем ночным. Удали серум. Уже стоит у меня не знаю сколько. Вообще он мне никак не подошел. Вроде бы хорошая серия косметики аптечная тоже. На винограде, на виноградных косточках. Они свое производство делают. Все кремушки. Но мне вообще что-то никак не подходит. Моя кожа его не принимает. Поэтому вот стоит вот столько здесь в тюбике. Стоит без дела. Такие вот бальзамчики для губ. Мини-мини маленькие версии. Это нам давали в самолете. Это нам турецкие авелинии давали. Четыре штуки по-моему такие были. Хорошие бальзамчики. Совсем маленькие. Кстати удобно для маленьких сумочек. Это классно. Это мы тоже когда летали на Мальдивы, нам давали в самолете. Крем с Альди. Не очень я им довольна. Хотя его многие хвалят. Ну не знаю такое ощущение. Как будто он у меня не до конца в кожу впитывается. Как будто не знаю. Как будто я уже вот попользовалась им. Вроде бы так прилично. Чтобы уже какие-то выводы сделать. Здесь у меня уже заканчивается очень хороший крем. Вот всем советую у кого прыщики. У кого вот переходный возраст. И именно из-за этого тоже прыщи. У кого может быть из-за гормон прыщи. Гормональным сбоем какие-то вызваны. Вот этот крем Экс Фолиак от Нарева. Очень классный. Но он подсушивает кожу. Еще у меня здесь вот такой маленький дезодорантчик от Рексоны. Еще у меня здесь вот эта вот фигня от Пантин Прови. Которую надо уже выкинуть. Ну короче. Это типа уход за волосами. Которые быстро наносятся. И на мокрые волосы, на влажные надо наносить. Но он вообще никакой. Мне не нравится. Так. Это у меня спрей для волос тоже. От Пантин. Неплохой. Но ничего особенного тоже не могу сказать. Так. Здесь у меня последние капельки тонального крема от фирмы Шисейду. Он такой, как сказать, блестящий. Листь Шутс Фактор 20 здесь. Короче солнцезащитный фильтр здесь есть. Двадцаточка. Очень такой легкий. И он со светоотражающими пигментами. Это мои любимые тональные средства. У которых есть светоотражающие частички. Потому что кожа сразу выглядит свежей. Проснувшийся. Более напитанной. И в общем. Если тональный крем. То только со светоотражающими частичками. Как по мне. Что еще здесь у меня есть? Здесь у меня еще есть вот такая вот фигня. Которая я не пользуюсь. Но она почему-то здесь стоит. Это фиксировать макияж. Штучка. Так. Гель. Тоже сайди. Гель для кожи вокруг глаз. Тоже никакой. Что помазала. Что не мазала. Гель. Как гель. Не знаю. Не чувствую. Особо. Особо не чувствую. Никакого эффекта от него. Также у меня здесь от фирмы Фюта. Витаминки для волос. Стоят хорошие витаминки. Но на данный момент я пользуюсь другими. Не для волос. А для иммунной системы. У меня витаминки. И я пока их забросила. Закончатся. Те. Начну снова их принимать. Их принимаешь по 2 штучки в день. На мне они работают очень хорошо. Почти закончилось. Это сухой шампунь от фирмы Батис. И быстро покажу из декоративной косметики. Чем я пользуюсь. Ее на самом деле немного. Потому что на данный момент по утрам темно. И мне лень вставать рано. Чтобы делать там полный макияж. Я лучше подольше посплю. Поэтому у меня ее минимум. Этой косметики. Вот этот хороший лифт актив. Мейкап тоже. И вот консилер. У меня их несколько. В разных оттенках. Не все хорошие. Консилер. Мейкап значит. Тушь. Я вам ее показывала. Это моя самая любимая. Тушь. Есть еще от Мэк. Очень хорошая тушь. От Шанель. Очень хорошая тушь. С самой простой кисточкой. Но на данный момент пользуюсь вот этой. Тоже в принципе ничем не хуже. Так. Что еще у меня здесь? Вот эту пудру я должна похвалить. Бронзер. Не пудру, а бронзер. Она вот такая вот фирма Ardeco. Я ее покупала весной этого года. Не знаю лимитированная или не лимитированная эта коллекция. Думаю что-то наподобие от этой фирмы можно до сих пор найти. Даже если именно вот такой нету палетки. Я думаю Ardeco производит что-то похожее. В общем здесь такая темненькая пудра. Посветлее пудра оттенком. И вот этот вот блеск. Бронзер. Не знаю. Короче классно освежает лицо. Придает свежий загарчик. И вот я ее очень ухотно пользуюсь. И также вот этой вот в серединке вот этим вот золотистым оттенком. Как хайлайтер. Быстро пробегаюсь. Классная штучка. Теней. Что у меня здесь? Тенями пользуюсь редко. Если только в охотку. Когда вот захочется накраситься тогда. Да. Поэтому в последнее время как-то вот говорю нету особо желания и времени для этого. Так. Это с Зоева, Цоева, с Дугласа тоже. Неплохая палеточка. Я уже не помню сколько она стоила. Неплохо растушевываются. Нормальные тени. Что плохого сказать не могу. Вот эти классные тени. Нейкед. Так. Очень хорошо растушевываются. Тени офигенные. Оттенки такие насыщенные. У меня практически новенькая. Не так много я ей пользовалась. Также вот эта вот офигенная палетка от Анастасия Беверли Хьюз. Она у меня немножко старенькая. Уже такая потрепанная. Бархат вот этот уже такой грязненький. И вот тут такие более вечерние оттенки. Вот эти вот верхние блестки. Они прям ну не на каждый день. Но очень пигментированные тени. Очень хорошие. Хорошо тушуются. Цвет передают. Ну как я уже сказала. Вот вроде как они более для вечерних вариантов. Помады я уже говорила. Они у меня разные. В основном помады все я покупаю дешевенькие. Потому что они у меня расфасованы по всем сумкам. Раскиданы где-то. Они портятся. Я их выкидываю. Где-то я про них забываю. Где-то я их теряю. Где-то стоят на работе. Это вот то, что я сейчас на скорую руку нашла в шкафчике. Разные оттенки. В основном вот такие вот бежевые. Либо пыльная роза. Да, матовые. Мне больше нравится. Вот такой вот оттенок потемнее. Я вам показывала в одном из влогов, когда я покупала эти помадки. Так, это что? Тоже матовые. В принципе, все они одним оттенком. Таким коричневым, бежевым, розовеньким. Вот такие вот помады. И очень много разных карандашей для губ. Тоже примерно в тех же оттенках. Много карандашей лежат в косметичке. Много карандашиков у меня по сумочкам тоже расфасованы. В общем, вот и вся косметика. Поэтому особо хвастаться нечем, да, так сказать. Особо показывать нечего. Поэтому ничего и не показываю. И еще мы хотим вместе с мамой съездить в магазин, который я показывала вам в прошлом влоге. Который я недавно для себя открыла. Благодаря вам. Моды Парк Рюйтер. Как-то так он называется, да. И посмотреть, еще немножко там полазить. Посмотреть. Потому что в прошлый раз я, мне кажется, его даже не весь обошла. Как-то так он. Так он. ну и в конце видео я покажу вам что я купила в этом магазине в котором мы были с мамой в общем вот такую вот жилеточку давно я хотела такую под блузки надевать водолазки такая черная свободная жилеточка и она сзади немножко подлиннее впереди чуть покороче обычная классическая тепленькая приятная мягенькая жилетка и вот такой вот кофту она мне понравилась вот сейчас на холодные дни как раз такие кружева у ней не кружева рукава к лёшам идут ну почему такие колокольчики и я да вот здесь мне понравились эти кружавчики на горлышке небольшой рисунок на ней теплая классная мягкая тоже приятная очень к телу кофточка на холодные зимние дни как раз вот сейчас вот в общем то и все на этом сегодняшнее видео я буду заканчивать всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео всем пока пока